Упомянули вы про микрокредиты, и вот сегодня как раз я готовил выпуск новостей, нашел это сообщение, мы его не заявляли предварительно в тему, сейчас его предварительно. Ну, в общем, суть следующая, что Центробанк, он хочет ужесточить контроль над этими микрокредитными организациями. Ох, молодцы! И они тут же уже встали, что называется, в позу и заявили, а мы тогда не будем выдавать так называемые займы до зарплаты. Очень актуальна, очень больная тема, сразу скажу, никогда не обращался. Ох, какая страшная угроза! На каждой остановке транспорта. Ой, я боюсь, боюсь! Вот. Боже мой! Ну, я сразу же обозначу вопрос, все-таки, кто виноват в наличии этих организаций? Люди, которые, как вы говорите, спускают деньги иногда абсолютно нерационально? Или все-таки то, что многим действительно несправедливо недоплачивают? Футболисту на сборах сморкается в пятитысячную купюру, правда, потом шутят, что она была фальшива из банка приколов. А некоторые люди пятитысячную за праздник считают и растягивают ее иногда чуть не на несколько месяцев. Подожди, это ничтожество было из какой? Из второй, третьей, четвертой лиги? Нет, это из первого дивизиона, но из команды Тоснов, в которой большие проблемы с деньгами, там у всех долги, команда может чуть ли не сняться с чемпионата. А он сморкается в пятитысячную купюру, правда, утверждает, что она из банка приколов. Ну, это он быстро переобулся, я так понимаю, через несколько суток. Для этого-то он позиционировался... Ну, давайте к микрозаймам, насколько это серьезная тема, вам ведь наверняка и материалы приходилось делать про них неоднократно, и про коллекторов. Ну, микрозаймов, ребята, не идите туда, кто в этом виноват? Ну, конечно, в этом виноват Центробанк, который разрешил и дал отмашку. Ну, а народ, я народ в очередной раз, да, могу обвинить. Вот народ, да, вот там. Меня постоянно говорят, да что ж ты все обвиняешь, ты проклятый русофоб, ты с ними борешься, все предлагаешь их вешать и расстреливать, этих русофобов и пятую колонну. А ты сам главный подонок, ты почему народ русский, подозреваешься, тупое животное, ведется на всякую рекламу. Да фиг его знает, ну, любой народ, китайский, американский, немецкий, русский, азербайджанский, армянский, татарский, ну, ведется на эту рекламу, ну, разводят как лохов. Ну, серьезные люди там сидят и придумывают. Да, Центробанк решил уже заточить. Сейчас 750% годовых, а Центробанк сказал, нет, так нельзя, только 742% в год. Ну, господи, ну, что я вам еще хочу сказать? Так закрыть, может, все эти микрофинансы, они все равно будут постоянно открываться. Ребята, понимаете, тому человеку, который придумал микрофинансы и микрокредитные вот эти организации, ну, свое время, лет 20, по-моему, или когда там, или это было придумано лет 20 или 30 назад, Бангладешский миллиардер, самый богатый человек, миллиардер, ему Нобелевскую премию дали по экономике. Он что придумал, ребят, изначально? Я не знаю, знает ли он, во что это выродилось, например, на территории России, СНГ и в целом ряде других капиталистических стран. Там тоже уже от этого люди начали выйти. Ну, там хоть проценты более щадящие. А у нас Центробанк такой сидит. Ой, людей жгут из года в год. Подъезды разрисовывают. До самоубийства доводят. Ой, 750 процентов. Да что вы говорите? Мы ужесточим. Что они ужесточат? Годы проходят какие-то. Короче, для чего человек этот Бангладешский миллиардер придумал? Я просто уточню их инициативу. Нашел просто новость. Предлагается законодательно ограничить размеры займа 10 тысячами рублей, а срок выплаты двумя неделями. Тогда, как сейчас микрокредит можно погасить за два месяца, а его сумма максимум 45 тысяч рублей. А продлить займ, продлить займ, увеличить, как предполагается, будет невозможно. А максимальную ежедневную ставку хотят ограничить вот полутора процентами. Ну, поставьте вы 20 процентов максимум годовых, да пусть находятся. Все, больше 20 процентов нельзя. В банках меньше. В банки не выдают кредит. Иди в микрокредит, но там 20 процентов годовых максимум. Короче, еще раз хочу сказать. Как это было придумано? Этот мультимиллиардер, ну, это одна из самых нищих стран мира. Бангладеш, я не знаю, наверное, мало, к сожалению. Мы, конечно, не Америка, но у нас тоже мало людей найдется, которые с разбегу, как Иннокентий Викторович, подбежат к карте и покажут, где находится Бангладеш. Я знаю. Это крохотная страна в устье Ганга находится. В Индии. Она меньше нашей страны, я не знаю, там в 100 тысяч, 500 раз. А население у них точно такое же, как у нас, если не больше. Ну, или чуть меньше, я забыл. Нищая просто, адски нищая страна. Это просто катастрофа, как там. И он придумал, что давать местным маленьким бизнесменам, кооператорам, мелким бизнесменам, кредит в 5, в 10, 15 долларов. Чтобы на 5, 10 или 15 долларов они сумели создать свое дело. Не побежали, как лошары, праздновать День Святого Валентина в ближайший торговый центр. А дело завести. Вы можете представить, до какой степени там живут нищие люди, что на 5, 10, 15 долларов там можно реально открыть маленький бизнес. Вот он для чего придумал. Подщадящие маленькие проценты. Потому что эти люди никогда не могут подняться в том же Малгладеш и в огромное количество беднейших стран мира. Потому что банк им ни при каких обстоятельствах не выдается в кредит даже 5, даже 10 долларов. А может они как-то в соседних странах по курсу обменивают? Бывают же такие ловкочки? Слушай, я не знаю. Я не знаю, пошла ли эта штука или нет. Ему вручили Нобелевскую премию, а через время у нас на каждой остановке сплыли эти ларьки. Вот во что это выродилось. Хорошо, хоть и нащезавторские права не предъявляют. Хорошо, хоть и нащезавторские права.